И в продолжении олимпийской темы. С 18 марта допуск к международным соревнованиям получила сборная Беларуси по гребли на байдарках и каное. Единственный шанс взять лицензии будет на регате в Сегиде в мае. И то в традиционно сильных байдарках-четверках этого сделать не получится. МОК настаивает, что это команда, а командам под нейтральным флагом выступать нельзя. В целом отношение к квалификации скептическое. Спортсмены уверены, что найдут к чему придраться, только бы не пустить в Париж. А сейчас наши гребцы на сборе в Китае думают, как преодолеть еще одно препятствие к выступлению на соревнованиях. Ведь все их лодки окрашены в цвета национального флага. А это теперь тоже запрещено. Кристина Камыш связалась с командой. Традиционно в конце зимы и начале весны наша сборная разъезжается по теплым странам для подготовки. Турция или Португалия, но сейчас впервые выбрана Поднебесная. Что скажете? Данная база соответствует нашей тренировочной модальности в данном периоде. Поэтому мы довольны вообще акваторией, довольны проживанием, питанием. Погода достаточно благоприятная. В среднем 25-26 градусов, но бывает из-за влажности северный ветер, поэтому немножко становится прохладнее. Здесь достаточно большое, скажем, озеро. Есть дистанция 500 метров с одной стороны и 350 метров с другой стороны. Поэтому готовимся, тренируемся. Самый актуальный вопрос, потому как вы сейчас готовитесь к сезону, есть план задания у команды, так какие старты основные? На сегодняшний день основной фокус у нас на игры Брикс. К нему готовимся. Остальные соревнования будут так, в попутном режиме. Какие будут появляться соревнования, те и поедем. Да тут добро, значит, будем выступать и где только возможно. Но главный старт, к которому мы готовимся, это игры Брикс. Вся наша команда подавала документы на то, чтобы получить нейтральный статус. Чем можете поделиться? Пока информация сырая, предварительно все допущены. Но в этом самом документе указано, что решение может быть изменено в любой момент. Я думаю, они там что-то будут еще придумывать, смотреть, проверять. Почему нам не быть допущенным? Это такой вопрос риторический. В бумаге от ИСФ нашей маленькими буквами, что еще будет рассмотрение Международного олимпийского комитета. Поэтому, думаю, каких-нибудь изменений или палубки в колеса нам все-таки поставят. Но в списке допущены все спортсмены и весь тренерский состав. Мы к этому относимся ровно. Даже, я думаю, ни у кого улыбки на лице не появилось от этой новости. Нечему радоваться. Они допустили, но еще решение Олимпийского комитета международного остается за ними. То есть точно так же, как и нас допустили до чемпионата мира, принимающая страна Германии, так как чемпионат мира был в Германии, они сказали, мы не хотим видеть белорусских и российских спортсменов у себя в стране, тем более на соревнованиях. Мы создаем им опасность какую-то там для страны, опасность для спортсменов. И они взяли и просто не допустили нас до чемпионата мира. Какая-то там новость от них и с поправкой, что еще будет какое-то рассмотрение. Ну окей, будем ждать, какое там будет еще рассмотрение. Все дороги в прошлом году вели в Дуйсбург, поскольку чемпионат мира был лицензионный. Соответственно, нас там не было, мы не смогли завоевать никакие лицензии. Сейчас у нас есть один шанс, это добор в Сегиде. Да, там добирается только экипаж двойки и одиночка. В мужской байдарке аналогично. Одиночка тысяча и байдарка двойка 500 метров. В каное, в женской и мужской точно так же. То есть три лицензии, в четверку уже никак мы не соберем. Хотя, когда еще не было таких шикарных результатов в гребле на байдарках и каное, они дарили нам одну лицензию, как стране отстающей, развивающей. В данной ситуации я не уверена, что ни с барского плеча подарят нам еще одну лицензию. В двойке только первое место, в одиночке первое-второе место. Есть какие-то пункты в документе от Международной Федерации Каное, где рассказывают о том, как вы должны выглядеть? Там все связано со словом нейтральный. Нейтральный статус, нейтральный цвет. Белый цвет, белый цвет. Белый цвет, вообще и белый вверх, белый низ. Но наша федерация как бы написала письмо, федерация международная пошла на уступки и сделала нам черный низ, белый вверх. Насчет лодок мы не знаем, потому что статус нейтральный. Все лодки у нас в цвет флага. И в этом случае идут санкции, и лодки мы не можем закупить. Поэтому я не знаю, как будем мы справляться с этим. Наклейка я не заклею и все прочее. Белорусская сборная всегда раскрывается к августу. Потому что чаще всего в августе все главные события. Это Олимпийские игры, это чемпионаты мира. Мы туда готовимся. А здесь вам придется раскрыться уже в мае. Поэтому мы приехали на сбор в Китай, чтобы раскрыться в мае. В прошлом году мы не готовились раскрываться в мае. Поэтому мы вышли на ладу только в конце марта, в начале апреля. А сейчас мы уже с середины февраля на воде. 500 километров проехали. Мы очень довольны. Надеемся, что за второй сбор будет также продуктивен. И мы проедем столько же километров, чтобы быть достойно готовыми. Даже если гипотетически предположить, что мы куда-то там поедем, мы еще не знаем, по крайней мере, мужская байдарка. Какие будут экипажи и какие будут вообще варианты пробоваться. И в одиночке кто поедет, мы не знаем. С понедельника начнем уже гоняться между собой, чтобы выявить сильнейшего и отправить его. Да, там уже пойдут экипажи, тренера будут смотреть, кто достоин, кто не достоин. Атмосфера в команде среди ребят такова, что пускай победит сильнейший, поедет туда сильнейший, самый достойный. Поэтому все, я уверен, что примут результаты достойно и будут желать своим товарищам по команде только победы и успехов.